Взносы на капитальный ремонт это всерьез и как минимум на десятилетия, а те, кто стал собственником квартир в большом доме, должны разделить ответственность за состояние фасада, крыши, подъездов и общих коммуникаций. Сегодня на Кубани и Анапа, не исключение, собирается примерно половина положенных сумм. Отметили, что одной из главных причин являются постоянные политические спекуляции вокруг данной темы. Надо всестороннюю, разностороннюю работу проводиться, для того, чтобы убедить, убедить людей, что иной альтернативы нет. И вот эти надежды, вот привет парень, вечная наша русская, российская парень нас рассудит, что свыше вот даст нам отмашку какой-то большой чиновник, и раз и отменят, и ничего, и опять государство будет за нас ремонтировать все. Не будет этого. Мы сегодня не организация, которая собирает деньги для себя, а организация, которая аккумулирует взносы, ваши взносы, которые в любой момент вы имеете право открыть свой спецсчет и перечислить на свой индивидуальный счет. В программе капремонта в Анапе участвует 537 домов. Средства для большинства из них накапливаются на счетах регионального оператора. Помимо этого, есть возможность проводить работы в счет будущих взносов за три года вперед. На краевом уровне рассматривают возможность увеличения срока до 10 лет. Это предусмотренный законом максимум. Есть у нас один дом в Анапе, ванна Галушица-103, где остановлены на сегодняшний день 4 лифта. Они в очень сложной ситуации, аварийные. И для того, чтобы их поменять, на сегодняшний день средств собственников, даже учитывая заимствование на три года, не хватит, даже чтобы поменять один год. Поэтому у нас большая надежда на изменения. Если это произойдет, то после июня месяца мы сможем в этом доме заменить все четыре шанса. В Краевом министерстве ЖКХ считают, что в отдельных случаях владельцам квартир стоит самим брать ситуацию под контроль и исходить из собственных возможностей. Для этого необходимо открывать отдельные спецсчета и переводить туда деньги. Тогда заимствовать из общего котла будет уже нельзя, но появится возможность брать льготные кредиты, а главное, можно будет самим устанавливать размеры взноса с квадратного метра. Вы имеете право собрать жильцов общего дома и сказать, коллеги, вот 5.32 установлена норма Краевым законодательством, а мы не сможем выполнить ремонт. Давайте мы соберем не 5.32, а 22. И соответственно мы понимаем о том, что да, это сложность, это работа с жителями, это направление, которое требует серьезного обсуждения. Но никто вам сегодня по закону это не запрещает, это ваше право. На совещании предложили поднимать собираемость взносов на капремонт, а также проводить разъяснительную работу по линии территориальных органов самоуправления. Продолжение следует...